Девушки отдыхают Это касается и бокса, причем бокса, прямо скажем, гигантского во всех смыслах, Нгану против Джошуа 8 марта в Эр-Риаде. Это большая новость. Конечно же, поговорим про UFC 300 и вообще, как складывается этот карт, этот турнир, что получается, что не получается на данный момент. Естественно, новости постоянно прилетают. Ну и поговорим о ключевых номерных турнирах UFC в этом году. Не обойдем стороной и великого Нотариуса, который тоже подерется в 2024 году, но не на UFC 300. В студии, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчук. Ян, здорово. Привет. Ну что, новостей прям большущее количество. А с чего начнем? Ну, давай начнем с последних анонсов, с того, что нас ждет на UFC 300. Давай, давай. Да, потому что вот они как раз загромыхали, и получается, что на данный момент главный бой из анонсированных 13 апреля, этот турнир состоится, это будет Чарльз Оливейро против Армана Царукяна. Понятно, что это не мейн-эвент, но на данный момент самая главная новость. Ну да, он как бы, во всяком случае, это самый звездный поединок, но мы сегодня еще будем предполагать довольно часто, да, какие бы поединки могли бы занять вот эту главную строчку там или соглавного события на UFC 300. Пока что вот так получается, что это все довольно скромно, и UFC 299 смотрится, ну, просто потрясающе по сравнению с тем, что есть на 300 турнирах. Это пока. Да, тут еще вообще такой момент, вот флер юбилейного турнира, да, помнишь, какой был шум вокруг 200-го турнира, и как там все поразваривалось, когда мы там не увидели Джонса, там Андерсон Силва выскочил на замену, спасал вечер, главный бой вообще был женский, Мархант с Броком Лестером, это было вроде как круто, но потом тоже были скандалы. То есть, в принципе, UFC 200, вот в моей памяти, он, конечно же, запомнился, да, но это однозначно не самый бомбовый турнир UFC за все время. Ну, это как раз вот был пример турнира, который хотели сделать особенным, а получился вот по факту уже довольно скучным. Да, беззубым, я бы даже сказал. Да, и здесь получается, ну, что такая гигантская машина, как UFC, и не нуждается-то, по сути, в каких-то вот юбилейных турнирах, но, конечно, ребятам, которые работают там тем же матчмейкером, да, там уже Дэнни Уайту, конечно, наверняка хотелось бы сделать вот именно для себя, да, для болельщиков вот какую-то вишенку, да, на торте в этом отношении. Вот как раз тут и самый главный момент, потому что, если почитать вообще там мнение болельщиков, да, в разных пабликах и так далее, то, в принципе, мнения, они разделяются под двум направлениям. С одной стороны, ищется какой-то уникальный крутой карт UFC 300, да, что это вот такое большое гигантское событие, которое должно остаться в истории, а с другой стороны, все это, вообще то, что сейчас происходит с этим турниром, говорит о том, что у UFC, сейчас другие рельсы, они вообще едут в другом направлении, у них хороший контракт, у них действительно нет необходимости в выращивании больших новых звезд, как это было раньше, у них есть боец А, боец Б, идеальная картинка, стабильный заработок, и все как бы налажено, и получается, что Дану Уайт может здесь сделать хорошую мину при плохой игре, то есть он очень старается сделать исторический турнир UFC 300, но на самом деле его вполне устраивает то, что есть сейчас. Ну, посмотрим. Какой точке зрения ты больше склонен? Я думаю, они постараются, но если не получится, ничего страшного, потому что все равно все отлично, и 299-й уже шикарный, посмотрим, еще наверняка будут отмены, что-то добавится, например, в тяжелой весовой категории очень много свободных лиц, да, ну, понятно, что Джонса мы вряд ли увидим, но тот же там... Джонса точно уже не видим, вот он опять там операцию сделал. Да, есть Спинал, есть Ганн, есть Павлович, Меочич, Волков, они все свободные, в общем, можно сделать какой-нибудь крутой бой тяжеловесов добавить, можно добавить в полутяжелой весовой категории какой-нибудь поединок, потому что тут вот как раз мы перед эфиром с тобой обсуждали, может быть, там тот же Перейро с Адысани. Это вот прям вроде как даже разрабатывается уже, но опять же, здесь вот интересный момент, коротко об этом поединке, если этот бой в полутяжах, то Перейро должен ставить свой пояс на кон, да, соответственно, Адысани уже поднимался один раз в 93, это, ну, хорошая трилогия, именно в UFC, все вроде нормально, зачем эти риски Перейро, не очень понятно, да, хотя он реально там выступает только на самых больших ивентах UFC. Может быть, будет промежуточный вес, почему бы и нет, где никто ничем не рискует, но не рискует в первую очередь Перейро. Да, ну и здесь еще не забываем один момент, а как же продажи Pay-Per-View? Если вот там, допустим, будет Оливейро Црукян, хорошо, но там бразилец против россиянина, здесь у нас получается китаец Адысани против еще одного бразильца, то есть, ну, как бы, а где как раз вот бои, которые купит с удовольствием американская публика, которая в основном и платит за эти трансляции? Ну, так ведь и драйверов этих нету по большому счету, то есть, Адысани, на самом деле, один из этих драйверов на данный момент, нравится это кому-то или нет, но он, Шоно Мэйли, вот эти люди, которые продают сейчас в Америке в том числе свои бои. Ну, посмотрим, посмотрим, может быть, будет какой-то совсем уж необычный ход. Вот. Там, это же исторические турниры, да, помнишь, мы слышали слухи там, что там Ронду вернут на один бой с кем-нибудь, да. А Кармье против Леснера. Вот, да, ну, что-нибудь такое, что прям по фану люди вот взяли вот трехсотые турниры, даже если человек там не особо интересуется UFC, но когда-то смотрел, вот чтобы он такой, о, прикольно, я куплю и посмотрю трансляцию. Но вот как раз про этого кота в мешке говорят реально много, да, и прям догадок там миллиарды целые, да, кого может вытащить Дайне Уайт, то есть, там была такая информация, что у нас есть интересный бой для болельщиков, для фанатов, но это не главное событие данного турнира. То есть, речь идет и либо о ветеранском поединке с огромной аудиторией, да, плюс ко всему, знаешь, вот на слиянии контор WWE и UFC, да, вот под колпаком Endeavor, то здесь получается как раз, что нечто, вот какая-то коллаборация Лесна-Роузи и что-то из UFC, оно вырисовывается как максимально логичное и понятное. Ну, потому что ведь надо как-то это капитализировать, вот они, было слияние, а что из этого, как это можно использовать? Возможно, что поставили уже такую задачу и будем ждать анонсов, потому что Уайт же сказал, что вот сегодня прям, да, во вторник, в среду ждите еще там несколько больших анонсов, и это не там Сен-Дени Парье, да, я не знаю, с другим, потому что это уже было, да, это уже анонсировали. Да, тут получается, что, в общем, догадок будет очень много, может быть, у тебя есть какой-то свой код в мешке, идеальный для тебя, или тебе там не приходило в голову, что бы могло здесь оказаться вот таким интересным, экзотичным, бомбовым? Да нет, я потому что не особо, ну, слежу за рестлингом, мне кажется, что доставать, опять же, того же Леснера, ну, было бы странно, а может быть, кого-нибудь еще привлечь из этой же тусовки. Я не знаю, я слежу с интересом, жду анонсов и вот затрудняюсь сказать, чего еще сейчас могут нам предложить. Я не знаю, я бы хотел увидеть в этом карте Кейна Веласкеса, так тебе скажу, если он в порядке. Да, он, знаете, что-то вроде не в порядке. Вот, если бы он был в порядке, да, то Веласкес, не знаю с кем, но появление его, как, кстати говоря, в том числе уже, наверное, он может считаться там лицом, но не лицом рестлинга, а он там принимал участие, имеет какое-то к этому отношение. Но все-таки, как бы это боец ее секс, чемпион и так далее, вот Артем Давыдов, нашли так, который показывает, что нет, никакого отношения он не имеет, но там были разговоры про его появление в рестлинге, какое-то появление. Так или иначе, на UFC 300 Веласкес, мне кажется, мог бы быть востребованной фигурой, так или иначе. Ну, если так, пораскинуть мозгами, то из прошлого, да, из тех, кто уже закончил карьеру, наверное, особенно из там тяжеловесов каких-то харизматичных, да, можно было бы кого-нибудь придумать, но сейчас сложно, мне кажется. Да, Веласкес-Дос Сантос сделать там. Ну, Дос Сантос же выступает уже там в других организациях давно, опять же, ну, насколько вот эти бои уже списанных спортсменов, мне кажется, вот есть Ронда Роузи, она стоит особняком. Есть тот же Леснер, да, вот, как ты сказал, с Кармией, это было бы круто, а зачем перенасыщать, то есть, какие-то еще истории? Нет, здесь будет какой-то один такой бой, один. Любые другие такие истории уже будут выглядеть, ну, как-то средне, мягко говоря, по сравнению с этим. Да, тут, кстати говоря, еще знаешь, какой был разговор про то, что вообще эта компания Endeavor собирается, понятно, что дым без огня не бывает, потом все отрицали, но то, что топ-ранк у Боба Арума собирается Endeavor отжать, ты, наверное, тоже про это слышал. Вот, и я тоже вспомнил, что вот если вдруг это произойдет, да, ну, просто вот топ-ранк со всеми потрохами, во-первых, там истерика будет у Далахо и их, там, не знаю, этих Хирнов и всех остальных, вот. Но что здесь делает Дана Уайт? Он же просто, он же давно хотел поиграться в бокс. С этого начинал. Да, и вдруг ему, короче, вот сейчас подарят такую возможность. Это будет прямо, если бы это случилось, я так скажу, я бы хотел, чтобы это случилось. Бобу Аруму сколько? 184 года уже? Ну, а что будет? Ну, мне кажется, не будет. Я не знаю, но будет прикольно. По сравнению с тем, что сейчас делают саудовские шейхи, они не сделают ничего похожего, потому что саудовские шейхи просто выкидывают такое количество денег в эту историю. Да. И, в общем, могут организовывать то, что если купят Endeavor, там, то пранк, они не смогут сделать. Ну, не то, что не смогут, с точки зрения бизнеса, потому что они же бизнесмены, они такое не вывезут. Конечно. Не вывезут, да. Поэтому тут, конечно, интересно, саудиты сейчас дарят те бои, которые хотят фанаты в бокса в первую очередь. И вот это реально круто. Что касается боя Оливьера Цуркян. Официально претендентский бой. Давненько у нас не было официально претендентских боев. А я вот не слышал, Дану Вайт прям точно сказал, что это официально претендентский бой. Там все сложилось за травмой слава. Потому что я вообще видел эту новость, что это претендентский бой, и была пометочка все время. Соцсети Цуркяна, соцсети Цуркяна, что вот на его соцсети ссылались, что это вот официально претендентский бой. Ну, да, можно это подвергнуть критике, я не спорю. Потому что есть же еще Париес Эндени тоже, который, в общем-то, тоже может быть претендентским вполне. Ну, здесь вот даже на Википеде написано, что официально претендентский бой – это элиминатор. Как бы не знаю, насколько можно доверять этому источнику. Конечно же, не до конца. И все такое. Но, смотри, получается, история у Ислама и с одним, и с другим есть. Но с Чарльзом эта история, по факту, отыгранная. И еще один бой, ну, наверное, можно глянуть. А вот на реванш Цуркяна с Исламом реально посмотреть хочется. Разные позиции, понимаешь, здесь. Кстати говоря, фаворит здесь Цуркян. Ну, небольшой. Небольшой, там что-то идет, по-моему, 1,6 на 2,2, что-то такое. Ну, там разные конторы, разные коэффициенты, понятное дело. Тут Сергей Максимович Таросян дал большое интервью по поводу того, как нужно работать с Чарльзом Оливейрой. Если вы его не видели, то советую знакомиться. Это действительно просто качественный анализ того, как нужно работать Цуркяну против Оливейры. Что нужно взять напрямую у Ислама в бою с Оливейрой, опять же. И упор там будет делаться на передвижениях, на заход в борьбу. Именно проходы в борьбу, переводы. Вот здесь главная фишка с расчетом на финиш в граунд-он-паунде, на земле и победа техническим нокаутом. То есть, вот генеральный план Армана Цуркяна. Здесь Таросян видит преимущество у Армана именно в борьбе, в контроле и в передвижении. Ну, и сам Арман тоже рассказывал, как он будет в этом бою действовать. Он сказал, что просто за счет контроля и постоянного давления собирается забрать все пять раундов. Видимо, разный план у Таросяна и Цуркяна на этот бой. Либо же кто-то из них немного лукавит. Ну, в любом случае, последний лагерь как раз провел Цуркян вне зала Самсон и провел в Америке. Но, конечно, какие-то коррективы Таросян будет вносить. В любом случае, это человек, которому Арман точно прислушивается. Ну, а что касается Оливейра и его вечного стиля, постоянных разменов. Да, у него колоссальный процент досрочных побед в принципе. То есть, он готов рисковать. И вообще выделяют две вещи. Он готов рисковать, и у него плюха посолиднее, чем у Армана. И второй момент – то, что ментально слабоват Чарльз Оливейра. То есть, тот самый момент, о котором говорил Ислам. И то, что в действительности случилось. Ну, мне кажется, здесь такой момент, стоит добавить одно только слово. Это все гипотетически. Гипотетически плюха у кого-то из них сильнее. Но ведь кто попадет, хорошо. Мы знаем, что Арман тоже имеет нокаутирующий удар. Если он попадет, то Оливейра проиграет. Гипотетически, вроде как, Арман должен его контролировать и может держать более высокий темп. Но никто не отменял феноменальное джиу-джитсу Оливейра, который может одним эпизодом в любом раунде, в любую секунду все решить, даже проигрывая бой. То есть, поэтому такие коэффициенты, все очень близко. И мне кажется, что здесь, ну, можно, конечно, ставить на Армана, если ты очень за него болеешь, но… А ты нет? Ну, я имею в виду, я сейчас обращаюсь просто к зрителю, к любому. То есть, я поставлю просто потому, что я буду за него болеть. Конечно, да. А вот именно верить в победу и говорить, я математически просчитал, там, Царукян выиграет или Оливейра выиграет, ну, это просто невозможно, может случиться все, что угодно. Ну, тут можно много чего, да, в няне приводить. Например, то, как они побеждали Дарюша, да, то есть, Дарюш сбитый летчик, то есть, и тот, и другой его удосрочил, но Царукян это сделал как бы более брутально быстрее. Хотя тоже, ну, относительно весьма. Ну, просто там и комбинация такая была отработанная, доведенная до ума. Что касается как раз джиу-джитсу Оливейра, который ты упомянул, как раз вот тот же Тарасен упоминал, что при этих тейкдаунах Арману очень важно не пускать его даже в боковую позицию, не то, что за спину. Вот здесь особенный хитер Чарльза Оливейра. В общем, лично я бы хотел этот бой увидеть подольше. Я бы не хотел, чтобы он закончится в первом раунде. Вот так я скажу. Ну, я вот уверен только в одном, что он не будет скучным. Да. Сколько бы он не продлился, один раунд или пять, или это будет весь там поединок, это будет очень крутой поединок. И прямо вот из таких боев, помнишь, как там, не знаю, Порье против Гейджа? Конечно, стилистически совершенно другое. Вероятно, там будет много борьбы, а может быть и не будет борьбы вообще. Кстати, вот даже это предсказать сложно. Потому что тоже можно говорить там, я буду его контролировать пять раундов, а в итоге пять раундов провести в стойке. Это, в общем, совершенно нормальная история, как мы знаем. Вот как считались, с точки зрения именно понятия фан-файтс, да, Оливьера Цурукян и Порье Сен-Дени, какой бой привлекательнее с точки зрения веселости боя? Потому что здесь ставки слишком высоки, прагматизм можно взять вверх, а Сен-Дени и Порье – это вообще другая плоскость. То есть, Порье вроде как супертоп, который, ну, там всегда в претендентах, да, или около того, и Сен-Дени, который рвется вперед. То есть, грубо говоря, Сен-Дени здесь должен раскрываться и забирать свое, вроде бы как. Хотя там, по-моему, вообще, ну, все очень, максимально близко. Но концепция же похожа. Тоже Цурукян, молодой, голодный, рвется вперед, вот уже подошел вплотную к титульному поединку, а тут у нас, да, в этой же роли выступает бог войны, да, у нас, Бенуа Сен-Дени, который в невероятной форме, там, устрашающий, сметает всех соперников. И вот Порье как последний барьер, на самом деле, для него выглядит. И не случайно, что там получается разница в месяц между этими поединками Порье, Сен-Дени, Оливейра, Цурукян. И вполне возможно, ну, вот представь себе, там, допустим, Сен-Дени выигрывает. И он уже все тоже готовый претендент. То есть, условно. Ну, так он в 10-й строчке взлетает до третьей, и сразу претендент. Да почему нет? Потому, там, он свеженький, он ни с кем не дрался там. Нет, ну, таким образом ты, как бы, закрываешь заслуги Армана немного. Нет, я имею в виду, что после, допустим, титульного боя Армана, Сен-Дени уже готов. Он даже может вообще ничего не проводить после этого, если он победит Порье. И подождать немножко и получить там следующие соперники чемпиона. Так вот, поэтому многие и будут болеть за Армана и за Сен-Дени в этих боях, для того, чтобы немного изменить вот это время в легком весе, именно в топ-сегменте этого веса. Чтобы Оливейра, Порье, они уже постепенно отходили назад. Была смена поколений, которые давно здесь просятся. Единственный, кто застрял, это Геджи, который просто без боя сейчас остался. Ну, и Чендлер, который будет в полутяжелом весе, да, или в тяжелом драться с Коннором Макгрегором. Чендлер будет в среднем весе. В тяжелом, мне кажется, было бы еще прикольнее. Это они вышли. Потому, что Чендлер и так маленький. В среднем весе это будет такая, даже не булочка, а огромный батон выйдет. А Коннор, видимо, вообще поставил условия, сказал, я вообще не буду гонять. И вообще делайте, что хотите. Непонятно другое, почему не удалось, сейчас я так понимаю, что это уже факт, не удалось уговорить Коннора на любой бой на UFC 300 в мейн-ивенте. Человек, который гарантированно вытаскивает вам этот турнир и делает его поистине историческим. Ну, вот да. Вот это непонятно. Или же будет какая-то бомбовая новость, и Коннор говорит, а я два раза подерусь. Но UFC 300 выступает. К тому же по временным рамкам ничего не мешает. Ну, посмотрим, да. В общем, я действительно с тобой согласен. Что еще в легком весе анонсировано, ну, кроме этих двух топ-боев, Гамрот против Дос Айниуса. Тоже неплохой бой. Он тоже будет 9 марта на 299 UFC. И получается, ну, хоть там 6 место Гамрот, 11-е Дос Айниус. В общем, тоже бой, который сможет оказать серьезное влияние. Ну, все-то, конечно, думают, что Гамрот там справится с Дос Айниусом, потому что ему уже пора тоже на покой. То есть, концептуально та же самая история. Одно поколение, которое мы знаем уже там с середины десятых годов, уходит, другое приходит ему на смену. Так как раз получается, что Гамрот – это человек, которого так элегантно развернули от титула. И конкретно его камень преткновения, его главная ошибка – это поражение Дарюшу. То есть, грубо говоря, он же выиграл у Армана, и вообще он был ближе ко всей этой истории. И сейчас Арман у нас в официальном претендентском бою, а Гамрот с Дос Айниусом бьется за, возможно, тот самый фан-файт в будущем. И не более того. Поэтому здесь у Гамрота, конечно… Ну, вот Дарюш, так вот он прям испоганил ему карьеру. Ну, реально, он ее сильно подпортил. А потом уже ему подпортили. А потом была расплата, да? Закруглили, да. Ну, да, на фоне двух поражений Дарюшу, да. Да, еще физи его тоже в бой не назначили. Ну, понятно, что он тоже сейчас на восьмой позиции в рейтинге. В общем, в легком весе все довольно интересно. С кем драться Гейджи? Ему-то надо с кем-то подраться. У него пояс главного ублюдка вообще-то. Ну, посмотрим. Там тоже вот, кстати, мне кажется, какой-нибудь хороший бой Гейджи с каким-нибудь там, не знаю, перебежчиком из другой лиги там или с каким-нибудь выходцем из другого вида спорта на UFC 300 тоже можем еще увидеть Джастина. Ну, да. Гейджи – это человек, который точно делает шоу. Потому что, да, во-первых, он делает шоу. Во-вторых, из топов легкого веса. А вот он пока единственный свободен и вроде как может выступить. Еще не поздно анонсировать его поединок. Да, поэтому вот как раз именно появление Гейджи на UFC 300 теперь кажется очень вероятным. Вопрос с кем? И все. И опять, может быть, здесь будет фанфайт как раз с человеком из другой индустрии? Да. Может быть, будет здесь. Ну, да ладно. На UFC 300 у нас еще ожидается прохаз Каракич. Это хороший бой, это рабочий бой. Поэтому, в принципе, скажем так, прохазка и Ракич UFC 300 точно не испортят. Это такие моторчики, которые должны разогнать карт. Да, они дерутся весело. Тоже абсолютно непредсказуемо. У нас получается прохазка второй номер, Ракич пятый. То есть, два топа дивизиона. Давно мы не видели очень Ракича. Интересно, в какой он форме находится. В общем, крутой бой. Ну и, кстати, получается, за первые 4 месяца уже текущего года только два хороших поединка. Ну, не то, что хороших. Да, может быть, хороших будет больше. Но важных поединков в полутяжелом весе. Это вот как раз Анкалаев Уокер на этих выходных. Да. И прохазка Ракич больше ничего нет. То есть, получается, как раз и Перейра, и Джамал Хилл. Кстати, не знаю, что у него там со здоровьем сейчас у Джамала. И Блахович, или Блахович, и Крылов. В общем, вот, свободные эти ребята. Может быть, еще будут хорошие пары, в том числе на UFC 300. Мне вот кажется, что как раз именно прохазка и Ракич будут первым боем мейнкарда 300-го турнира. Да. И плюс ко всему, не будем забывать, что что-то из женских историй может здесь появиться. Да, на 300-м турнире. Даже, скорее всего, появятся. Причем, если мы посмотрим на женские бои, вот именно там среди топов, за все там, вот сколько там до мая, сколько мы знаем уже, что анонсировано. Из всех трех женских категорий всего лишь четыре, ну, важных, значимых действительно боя. Это Суарес Лемас. Да. Это там Чукагян против Мэйси Барбер, Лорен Мерфи. Ну, это уже так совсем с натяжкой, да, против Карины Силве. И Пеннингтон Майера Буэну Силва, это уже за вакантный пояс будет 20-го числа. И что мешает сделать бой Сяо Нань Вэйли Джанг? Вот, кстати. Бой, о котором говорили, бой, который отложили, бой, о котором думают, потом был турнир в Китае, но не получилось, перенесли. И вообще там все как-то очень плохо, но бой-то этот сейчас живет, он хорош. Он реально один из самых интересных среди всех девчонок UFC. Да, очень было бы круто и необычно. Да, да, да. Китаянок и в той же категории до 57 килограммов можно тоже устроить что-нибудь интересное. Там, как мы знаем, много молодых звезд. Вообще, действительно как раз не хватает топ, вот в основной карте UFC 300 нужен топ женский бой. И вот этот бой теоретически таким, не теоретически, он точно таким является, а просто смогут ли они его организовать. Вот и все. А, и самое главное, подожди, ну как самое главное? Бой, о котором говорят больше остальных и бой, который вроде как уже почти подтвержден, это Эдвардс Мухаммад. Белял Мухаммад собирается приехать в Дагестан на месяц или на полтора тренировать борьбу и за счет нее как бы переехать Эдвардса и так далее. Во-первых, лично мне этот бой Эдвардс с Белял Мухаммад в принципе не очень симпатичен. Нет, имеется в виду для UFC 300 майнкарда это не симпатичный бой даже в статусе ко-мейн-ивента. Вот так тебе скажу. Именно для 300-го турнира. Это хороший турнир ко-мейн, но допустим на 299-м. Вот Вера с Омейля, это хороший ко-мейн-ивент для 300-го турнира. А Эдвардс с Белялом не очень хороший. Согласен, нет? Но 299-й уже и так перегружен хорошими и очень хорошими разными боями. То есть, там уже концепция, мне кажется, законченная. А здесь получается, что не хватает как раз чего-то такого. И этот титульный бой вроде как в качестве ко-мейн-ивента он прям вот подходит. А в главном бою тогда получается Адесания Перейра. Да, вот это возможный такой вариант. Плюс ко всему бой... И все это вместе выглядит не очень прикольно. Ну да. Это выглядит так тяжеловесно, прям мощно, понятно со спортивной точки зрения. Но, не знаю, 299-й смотрится симпатичнее. Но добавь сюда Вейли Джан Сиаунань, например, и добавь сюда Кота в мешке. Третий титульный бой и какой-нибудь исторический вегерант. Да. И уже будет играть другими красками совершенно. Вот. Так что, не знаю, не знаю, что здесь еще придумают. Но Эдвардс и Белял Мухаммад – это бой, который как раз олицетворяет сейчас момент, исторический момент, в котором находится промоушен UFC. Вот с моей точки зрения. Это качественный бой двух очень крутых спортсменов, каждый из которых не очень хорошо привлекает к себе внимание. Ну, у которого есть определенная нишевая аудитория, да, у Эдвардса – это британцы, у Беляла – это мусульмане. В общем, и вот, да, вот, вот, каждые поболеют за своих. То есть, получается, что в этом контексте, наоборот, все правильно привлечь, привлечь именно эти две аудитории для покупки трансляции UFC. То есть, это логичный бой, да, но, как говорил в последнем интервью Эдуард Вартанян, он говорит, в UFC очень много и нелогичных вещей, более того, все складывается за счет личных отношений и так далее. И поэтому нам, болельщикам, кажется, что Эдвардс и Белял Мухаммад – это как раз вот тот самый логичный бой, который должен здесь быть, возможно, в том самом ко-мейн-ивенте. Но оригинальность и креативность подхода Дэйна Уайта, Шелби, Мейнарда и их вместе взятых, она может породить вообще совершенно другие вещи. Ну, кстати, Шавкат. Шавкат же тоже может… Да, Шавкат вроде как должен был быть запасным на бое Беляла и Эдвардса. Не уверена, что эта информация прямо на 100% верна, но такие разговоры были. Если это будет так, то как бы это вполне логично, да. Кстати говоря, вот если бы этот бой был, и у Шавката появился бы шанс выйти на замену, ты бы хотел, чтобы кто травмировался и не вышел. Давай по-другому. Я бы хотел, чтобы Шавкат подрался с Эдвардсом больше. Чтобы травмировался Белял. Ну, допустим, чтобы он не травмировался. Чтобы не сделал вес. А снялся по неизвестным причинам, как часто говорят. Ну да, да, да. Нет, действительно, тут две штуки. С одной стороны, титульный бой с Эдвардсом. Если Эдвардс не делает вес по каким-то причинам, он этот пояс теряет, и бой будет титленным все равно и для Шавката, и для Беляла. А у них уже была история, как Белял соскакивал с боя против Шавката. Именно поэтому интересно посмотреть и его. Ну, просто стилистически. Потому что Белял, мне кажется, он такой вот, он похож на Бенила. Даже вот созвучный Белял, Бенила, Надареша. То есть, вроде как, боец без слабых мест. Очень умный, очень сложно его пройти. В принципе, в последнее время там на невероятном ходу, но в целом-то он не яркий. У него нет сумасшедшей ударки, у него нет безумной борьбы. Но все вместе, это вот такой получается идеальный боец ММА. Вот сейчас вот он олицетворяет собой. То есть, парень, у которого нет слабых мест, и все на очень высоком уровне, но ничего на выдающемся. Поэтому вот такие у него получаются такие ровные бои, где он передумывает, переигрывает, и все. А Белял, Бенил, это могло быть блюдо, например, какое-нибудь. Восточное блюдо. Вам советую съездить куда-нибудь в Стамбул, там такой Белял, Бенил делают, сумасшедший. Просто. Давай двигаться дальше. Еще пару слов. Про 300? Нет, про полусреднюю весовую категорию. А в целом, что анонсировано. Бедного Мегни продолжат бить. Это будет Майк Молот на турнире в Канаде 20 января. Там будет как раз несколько канадцев, которые должны вроде как выиграть. И вот этот ветеран Нил Мегни попадает под одного из них. Он еще пока на 13-м месте, скорее всего, уже выйдет за пределы топ-15. Потом Мачадо Герри должен подраться с Джеффом Нилом. Да, и он там фаворит. Так сказал Алексей Володин. Очень недовольный. Не, но дело в том, что смотри, Джефф Нил на самом деле классный парень. Он крутую ударку показывал всегда. Да, он классно подрался с Шавкатом, кто бы что ни говорил, даже проиграв досрочно. Но Джефф Нил – это мужик на уважение. А его сводят с... Кем? Как назвать Ены Герри? С человеком, который... С человеком Ли, для начала. Который никого не уважает, да? Да, получается, вот и у Ены хорошие шансы здесь. Да, и он как раз подходит стилистически. Ну, вот как вот на это смотреть? Вот как? Ну, так, что Герри, скорее всего, поднимется на две строчки и окажется на восьмой позиции. Ну, или с треском проиграет, чего многие ему желают. И еще интересным выглядит тоже на 299-м. Там Бернс подерется с Джеком Даламодоленой. Так на 299-м поведется Петр Ян с Сонгом Ядонгом. Но это же другая весовая. Да, другая весовая. А, ну да, да. То есть, полусредний вес. Вот как раз Бернс четвертый, Джек Даламодолена может залететь, опять же, в топ-5. Тоже вот в рамках этой концепции постепенной смены поколения может и не залететь. Ну, и Майкл Пейдж наш с тобой, которого мы комментируем уже там чуть ли не 12 лет. Мы помним еще его вот таких. Еще когда он выступал по кикбоксингу совсем юным. Нет, вопрос в том, что вот есть же еще один концепт в рамках UFC, о котором говорили в разрезе боя Парье-Сен-Дени. То, что, как бы, обращаясь к Парье, как бы, дружок, ты у нас на очень хорошем счету, ты давным-давно в топ-позициях. Он, там кто-то приводил статистику, что он там что-то лет 7 или 8 не дрался ни с кем, кто ниже там топ-5, топ-6, а сейчас дерется топ-10. Но наступит время, когда мы будем использовать тебя так, как нам нужно. И это вот тот самый случай, когда UFC использует Парье так, как им нужно. Так же, как и Нил Мэгни. Ну, пускай это другой уровень, но Нил Мэгни в свое время тоже получил многое. Он и спасал промоушен, выступая там по 5 раз в году или сколько. Рекорд, по-моему, у него до сих пор стоит. 5 за календарный год. У кого-то есть тоже 5, но ни у кого нет больше, насколько. Вот, да. И Мэгни сейчас тоже использует, как бы, парень, мы все понимаем, ты на уважении, но мы будем использовать тебя так, как нам нужно. И, как бы, вроде как и право отказаться у Мэгни есть от боя с Молотом или там у Парье от боя с Сен-Дени, но, естественно, они этого делать не будут. Ну, Мэгни уже заканчивает карьеру. Ему сейчас просто нужны бои. Это последние. И деньги. Последние, да, для него варианты. Он никогда не зарабатывал много, в отличие, кстати, от Парье. Вот у Парье-то вообще все отлично. И не факт, что он проиграет, а да, надо драться и с такими, как Сен-Дени, находясь в его позиции. А с кого болеть ты будешь? Сен-Дени или за Парье? Я за Парье. Вот я за Парье, потому что, ну, у меня определенный подход просто. Интереснее было бы, если победил Сен-Дени дальше для легкого веса. Но именно эмоционально, вот как раз включается здесь такая логика, что того-то я давно знаю, а этого вот недавно только. Не, ну, вообще, в принципе, французские бойцы, это Сен-Дени, это Мануфьеро, да, кстати говоря, может быть, она появится? Ну, Ганн, да. Понятно, что Серил Ганн, да. Вот. Но Сен-Дени – это прям боец, за которого хочется болеть французу, настоящему. Ну, на что началось-то? Да, французику из Бордо хочется болеть за Бенуа Сен-Дени, ему не хочется так болеть за Серила Ганна. То есть, он не араб, не чернокожий, да, он просто белый француз. Белый француз, по-прочему, бог войны. Да, ну и плюс еще он там военнослужащий, у него там огромная история, связанная там с патриотизмом французским и так далее. То есть, действительно, таких именно героев у Франции сейчас очень мало. А Фьерро должна быть его женой. У него, кстати, очень крутая жена, там она в спецназе. Да, 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 ну понятно, я имею в виду так. В идеальном каком-то мире французского фаната ММА. Вообще, французский фанат ММА сейчас, наверное, пребывает в таком, не шоке, да, а в таком как бы в расцвете, в буйном. В мире этого электората Марин Ле Пен, да, как раз должны быть вместе. Да, Ле Пен – ничего. Вот, соответственно, соответственно, давай двигаться дальше. Какие еще у нас большие были? Ты хочешь по весам дальше поговорить? Ну, можем по весам, можем по турнирам. Мне кажется, по весам было бы интереснее. Ну, давай, давай. Про что? Ну, ты упомянул Петрояна. Давай, да. Здесь, ну, получается, главный бой, естественно, у Мелли Вера, да, на 299-м. И на том же турнире Янсон Ядонг. В общем, этот бой анонсировали и предвкушали уже все очень давно. Он, к сожалению, не сложился в 23-м. Но не потерял своего качества, мне кажется. Да, да. К тому же Ядонг просто в великолепной форме. И будет очень интересно посмотреть. Нет, знаете, что интересно? Тут же Петр выкладывал, что все, еду в Америку готовиться. Так они были в АТТ, не в АТТ. А потом выкладывал, что бац, опять в Таиланде. То есть, как раз, ну, многим болельщикам Петра, а их огромное количество в нашей стране, хотелось бы, чтобы Петр выглядел на своих максимальных оборотах в этом поединке. И как раз многие говорили, ну, сколько можно, ну, Таиланд там вроде как уже попробовал. Один, два, три, и хорошо бы сделать шаг вперед. Многие к нему, его подталкивали к этому шагу. И вроде как у него все должно было получиться. И опять Таиланд. Вот этого я не понял. Будет ли здесь качественный скачок какой-то? Может быть, спарль-партуры другие? Ну, слушай, это все потому, что берется за априорную сентенцию, да, то, что именно подготовка в Таиланде виновата в том, что он проигрывал бои. А ведь это может быть и не так совсем. Это могут быть процессы какие-то психологические. Да, травма ругнита та же, которая была в бою с Мирабом. Да, то есть, возможно, и не Таиланд виноват. Возможно, что, проделав там работу над ошибками в том же Таиланде, он вернется и выступит очень круто. И мы увидим того самого Петра Яна, который в свое время стал чемпионом UFC. А помнишь, как Петя избивал корейского бойца в Москве? Да. На первом турнире UFC в России. И вот этот бой Петра и тот бой, он у меня лежит в какой-то... Без рейтингов, без всего этого, да? Он у меня лежит примерно в той же плоскости. И я бы хотел, чтобы он прошел по тому же сценарию. То есть, грубо говоря, чтобы Петр доминировал на протяжении всех 15 минут в ударке в первую очередь, прессинговал, давил там на коротке, тоже работал и выиграл с заслуженным единогласным решением, доказав всем, что он в действительно хорошей форме. Быстрая победа Петра в этом поединке вдруг, если так случится, да, она, наверное, все равно не даст ответы по поводу формы Петра Яна и его подготовки к этому бою. А хорошая, качественная победа по очкам как раз утрет всем нос. Вот всем злопыхателям и хейтерам Петра. Но это, конечно, все было бы очень хорошо. Но просто уровень того самого корейца, которого мы уже даже не помню, как назвали, да, и уровень Ядонга – это вообще небо и земля. Здесь вот с тех пор, как вырос уровень оппозиции у Петра, и теперь он дерется исключительно с топами. И, ну, Ядонг… Петр – это Парье, Парье в легчайшем месте. Ядонг не нуждается в представлениях, он и как он дерется в последнее время, но стилистически этот поединок просто идеален для Петра, потому что Ядонг агрессивный, он ударник, и вот как раз здесь у него мощнейший удар именно руками, дистанция у них тоже средняя, любимая у обоих. И мне кажется, здесь вот как раз может быть один из лучших боев года. А последний бой Ядонга показывает, что в борьбе-то у него прогресс тоже серьезный. Ну, потому что он же в Альфа-Мэйл, да, если я не ошибаюсь. Где проходил подготовку в последний раз, не скажу, но в Альфа-Мэйл он работал. Относится, ну, вот с Юрай Фебером приходит все время. Ну, в общем, это интересный бой, и это, безусловно, изюминка 299-го турнира, как и изюминка вот Гамрот Досани. Ну, и выглядит тоже как, ну, если там у Мелли Вера кто-то снимется, да, возможно, этот бой разобьют, да, и кто-то, например, Ядонг выйдет на замену. Хотя в последнее время они ставят уже на замену кого-то одного специально. Да-да-да. И отбивать на поединке. Дальше. Идем не дальше, а в обратную сторону. 298-й турнир. Волкановский, Бородев, Ильи Тапурия, и там же Двалишвили, Генри Сихудо. На самом деле и тот бой, и другой бой очень интересные. Но вот бой Волкановский и Тапурия, вот смотри, отношение к этому бою до поражения Махачева и после, оно, мне кажется, сильно изменилось к этому бою. То есть, грубо говоря, если бы не было боя Махача-Волкановский часть 2, Александр выходил бы на этот бой в статусе такого доминирующего короля, который сидит на троне полулегкого веса так, чтобы просто с ума сойти, и пустил уже такие корни, что этот молодой выскочник Тапурия ничего не сможет сделать. А это поражение, во-первых, выровняло шансы немного в этом противостоянии. И Волкановский выглядит по-другому, но не столь уверенно, не столь доминирующе. Хотя, ну, если мы уберем просто два боя с Махачевым, то все шикарно получается. Но как их убрать-то? И получается, что мы имеем чисто математически? Возрастной уже спортсмен, проиграв нокаутом прямым последний поединок, выходит против амбициозного проспекта, который просто в устрашающей форме находится, и сминал, сносил вообще всех в последних поединках. И тут вообще-то, да, все очень интересно выглядит. Хотя Волк может выйти просто и всем показать, сводить в школу Тупурию. И показать, что, ребят, вы давайте-ка не забывайте, кто здесь папа. Но может быть все-таки надлом. Опять же, как мы эти два поражения отложим в сторону? То есть, плюс ко всему не будем звать, что Волк, я Ира-то еще разобрал, так-то между делом. Да, и вообще там без шансов было абсолютно. А Тупурия, да, он на ходу и так далее, но, возможно, не более того. То есть, действительно, с таким бойцом, как Волкановский, Тупурия точно не встречался. И Волкановский человек, который является олицетворением полулегкого веса. Но Тупурия выглядит, ну, во всяком случае, там, внешне, да. И, во-первых, он прогрессировал от боя к бою. Во-вторых, он прекрасно понимает, что его ждет. И, в общем, будет готов. Единственное, вот именно так, технико-тактически. Мне кажется, что Волкановский все-таки именно в движении должен переигрывать Тупурия. И он гораздо быстрее. Именно, ну, чисто субъективно смотрелся. По скорости ударов, по скорости, там, входа и выхода на дистанцию. Тупурия все-таки, он выглядит таким тяжеловесным. Да, его скоростей с Эмметом хватило, там, с лихвой. И то были проблемы. Помнишь, как он проваливался все время, вот эти свои плюшки закидывая. Там понятно, что уже в поздних раундах все стало совсем очевидно. Но, если мы сравним Эммета и Волкановский, это же вообще разный уровень. Да. Даже если мы сравним просто габариты, допустим, Ислава Махачева и Тупурия, это тоже разные уровни. И здесь как раз Волкановский будет прямо в своей стихии. Плюс ко всему, его бойцовский IQ, насколько мы все про него знаем, на бумаге выше, чем у Тупури. У Тупурия есть вот этот вариант для нестандартных действий, для какого-то креатива, какой-то обманки. Возможно, он будет пробовать что-то в ударной технике, тоже из-за разряда хайкики или фронткики. Попытается удивить. Да, что-то такое будет исполнять. В любом случае, нам бы этого хотелось, бой бы от этого стал только ярче. Да, бороться, мне кажется, Тупурия не пойдет, потому что это чревато тем, что он ничего не сможет сделать, быстро устанет и вообще абсолютно не возможно. В данном случае это, скорее всего, безумно. Хотя, может быть, именно борьба станет сюрпризом, который он заготовит Волку. Да, теперь давай к самому вкусному. Стрикланд. Стрикланд, о котором мы должны поговорить. Подожди, я хотел про полулегкие еще поговорить, потому что будет несколько еще очень интересных поединков в полулегком весе. Ну, во-первых, для нас-то супер вообще важный бой. Да, Мафсар против Алина 20 января. В общем, бой, который может сделать Мафсара Евлоева одним из главных претендентов на титул. Да, и, в общем, как думаешь, шанс у Мафсара. Потому что, ну, вообще, Мафсар не выглядит фаворитом, на мой взгляд, с Алином. Но и Алин не выглядит большим фаворитом в бою с Мафсаром. Вот так вот, я бы сказал. Этот бой имеет все шансы стать незрелищным. Вот что я думаю. И цена победы здесь очень высока. В такие моменты Мафсар на протяжении всей своей карьеры выбирал прагматизм и был абсолютно прав. Упрекать его в этом ни в коем случае нельзя. По-другому взять Алина, возможно, и не получится. Просто возить его таскать пять раундов, там же главный бой будет вечером. Нет, Алин и Евлоев, это они открывают тот самый мейнкар турнир, где будет стрикан деплесит, к которому мы перейдем. Да, да, да. Ты все попадаешь идеально, Ян. Три раунда. Подожди, подожди. И в полулегком еще суперкрутой будет бой. 24 февраля Раидри Родригеса Яира против Артеги. Артега наконец-то возвращается. Очень круто. Ну и не забываем про Алджо, который переходит в полулегкий. Его с кадром посмотрим. Он же на 300-м как раз будет. Да, да. Что касается Яира и Артеги, это же мексиканский бой. В Мексике турнир. Мейн-эвент. 24 февраля. Да? Да, по-моему, это будет там. Мы сейчас посмотрим. Нет, 24 февраля. Мексика, да. Морено Альбази там будет главный бой. А, соответственно, этот бой должен быть в Комэйне, если я ничего не путаю. Да, так и есть. Вот. Так что, кстати говоря, Морено Альбази и Яир против Артеги – это бои, которые, с моей точки зрения, должны поменяться местами. Ну, нет. Ну, хотя Морено – это как бы чемпион, экс-чемпион, да, и все такое. Но они же, ну, именно с точки зрения отношения к ним публике, они примерно одинаковую позицию занимают. Единственное, что все-таки Морено, конечно, более заслуженный. Да, да. Просто по спортивным меркам. Да, да, да. То есть, оба настоящие мексиканцы, которые там и выросли. И, кстати, Морено, кажется, в США теперь тренируется. То есть, насчет Мордригеса не помню. Но, в любом случае, пресса вообще у Морено, у Грасса, у Мордригеса, она очень хорошая в Мексике. И, естественно, там будет биточек 100%. Национальные герои прям. Да. И, кстати, в бою Артеги и Родригеса ты за кого будешь болеть? Артега и Родригеса. Я за Яиро буду болеть. Я, наверное, тоже. Но я бы хотел увидеть, как он выберется из гильотины Артеги. Вот я бы хотел увидеть этот момент, а потом уже... Нет, но Артега тоже очень крутой парень. И я лично к нему отношусь отлично. Если он выиграет, я ни в коем случае не расстроюсь. Очень интересно, в какой он форме находится. Потому что Артегу мы давно не видели. И, учитывая, через какие избиения он прошел за свою карьеру, за свою жизнь, в общем, хотелось бы, чтобы он вышел и показал реально крутой бой. На что он, безусловно, способен. Не сомневаюсь нисколько. Так, давай еще поговорим все-таки про Шона и Дюплиси. Здесь, как многие из вас уже знают, собака, свора собак уже пробежала между ними, стая просто абсолютно бешеных таких собак. И здесь получается, что Шона Стрикланды признают прорывом года и так далее. Видел, как он Новый год встречал? Как полугулые, они вышли на какой-то двор и стреляли друг в друга из ракетниц. И там ожоги, кровь, все дела. Единственное, маски были, чтобы лицо не повредить. То есть, такая очередная абсолютно безумная история. Веселуха. И придумал ее именно Шон, да? Не удивлюсь, если так и было. Но смотри, здесь бой, который хотелось бы, чтобы забрал Стрикланд. Лично мне. Почему? Вот, кстати, вот. Да, вот, да, да, да. И он доволен, конечно же. Дело в том, что Стрикланд вот этой победой над... Тут вообще, на самом деле, знаешь, какой разговор вырисовывается? Мы довольно часто апеллируем к такому понятию, как есть бойцы, у которых есть свой стиль. И круто смотреть на бойцов, у которых есть свой стиль, который помогал им побеждать. Так говорили про Марка Ханта, который врубал, так говорили про, там, не знаю, Джицера Демиана Майо, так говорили про много кого, но так говорили и про Адесанию, как человек, который может работать вторым номером и заниматься контрпатчингом сколько угодно. В данном случае, да, получилось, что стиль как раз, он не сработал в том бою у Адесании. И получается, что сейчас мы больше говорим о том, что если у человека есть стиль в современных смешных деноборствах, то мы подразумеваем его однобокость. А современный ММА такого высокоуровня, как UFC, это уже непозволительная роскошь. У тебя, может быть, какая-то из сторон сильнее, но ты не должен быть однобоким. И в коем случае у тебя должна быть вариативность по перестройке и так далее. Стрикланд в этом плане человек без стиля. Вроде бы. Ну, почему же? Ну, а как? Кто он, браулер? Ну, если так, слагер, кто он? Нет, он браулер именно, наверное. Ну, ты начинаешь употреблять боксерские термины по отношению к ММА. Ну, имеется в виду, что Стрикланд – человек, который больше любит работать в стойке первым номером с хорошим прессингом. Но умеет бороться, да. И очень корявый, неказистый, который действует на грани дистанции и, в общем, с виду корявый. Но на самом деле вот умеет и подавлять, и умеет работать, кстати, вторым номером, но не так хорошо, как первым, как мы видели, когда его Перейра нокаутировал. Ну, в общем, тут получается... Получается то, что он себя вытаскивает на пресс-конференциях своими словами и блестящими изречениями, действительно, за которыми интересно наблюдать. Но если бы Шон Стрикланд был доминирующим чемпионом, которого никто бы не мог свергнуть в течение двух лет или трех в UFC вот с этим стилем, то возникли бы серьезные вопросики, потому что на его бои смотреть было бы не очень интересно. Что, в принципе, правда. Не все бои, далеко не все бои Стрикланды интересны. Да. И, кстати, будет Дюплеси интересный? Будет. Посмотрим. Слушай, но он зато... Ну, да, одно время он считался вообще средним довольно в Трикланд, и долго никто не верил, что он там может выйти за эти рамки. Но когда он убрал Абуса Магомедова и Насурдина и Мауова, сразу стало понятно, что вот эта его кажущаяся среднесть, она гораздо выше, чем вот по-настоящему средние бойцы, которые там где-то в топ-10, топ-15 крутятся, то есть, их он просто... он гораздо выше уже их находится именно по своим навыкам, по своей тактике. Ну, казалось бы, по своим навыкам, по своей тактике Роберт Уитакер тоже выглядит гораздо круче, чем Дюплеси, и он выиграл у него первый раунд. А потом что-то бац, что-то сломалось, и просто Уитакер вот так сгорел, как спичка. И все. То есть, грубо говоря, Стрикланд Уитакер, ну, для меня Уитакер фаворит с точки зрения IQ, с точки зрения навыков, с точки зрения... хорошо, понятно, что огромная история давит еще за Уитакера, но вот здесь Дюплеси против Стрикланда, кажется, Стрикланд более вариативен, что ли, в этом бою. Мне лично так кажется. Ну, не знаю, я буду болеть за Стрикланд, потому что это просто веселая история, хочется, чтобы был такой чемпион. Стилистически, ну, Дюплеси, мне кажется, они еще оба не раскрылись именно в полной мере в плане там своих возможностей, особенно Дюплеси. Мы знаем, что у него шикарная борьба, мы знаем, что он физически очень силен, что у него есть нокаутирующий удар, но в целом-то у него не так много боев и вообще в UFC. Ну, и самое главное, его надо посмотреть в формате пяти раундов, потому что таких боев у него не было. И вот как раз Стрикланд – это человек, который может ему предложить пятираундовую такую кашу, знаешь, которая не на молоке, на воде, пресной, без сахара, масла добавили совсем чуть-чуть, где-нибудь там в третьем раунде, вот что-нибудь такое. Так что, люблю я кулинарные сравнения. Да, я уже понял, что ты случайно попала мысль про кулинарию, не можешь остановиться. Ну, нет, я имею в виду, что здесь вырисовывается победа Стрикландов в таком ключе, пресном, отчасти пресном. Ну, а если, допустим, Дюплеси выиграет нокаутом в первом раунде? Может же быть такое? Может. Ну, окей. Никто не обрадуется. Никто не обрадуется, но и не удивится. Нет, нет. Иногда скажут, ну, типа, жил-был, что он случайный чемпион. Как-то вот кое-как, неизвестно как, типа, Адесанию победил. Он, знаешь, пассажир может быть случайным, а может быть еще и одиноким. Вот Стрикланд, грубо говоря, если он отлетит нокаутом в этом раунде, он в каком-то смысле станет немного одинок в своих изречениях, громких, красивых. Ему придется перестраивать немного формацию. Я не согласен. Все-таки он уже будет вот эта история, что он экс-чемпион. Это уже определенный статус. То есть, как у Биспинга, да? Никто там не верил в то, что он когда-нибудь станет чемпионом, а он стал. А потом, когда он уже не был, а вот все говорили, вот посмотрите, он же не просто там балабол, он экс-чемпион UFC. Ян, времени у нас совсем немного остается. Про бокс надо поговорить все-таки. Нгану и Джошуа – это реально большое событие. Но про UFC мы должны сказать еще про ближайший турнир, так понимаю. Но еще про средний вес, то, что там Витория против Фалина будет 6 апреля. Хороший бой, да? В целом-то больше ничего такого прям интересного нас не ждет. В тяжелой весовой категории, как мы уже отмечали… Пустота. Да, пустота там, ну, условно, три будет боя, более-менее важных. Это Туйваса Тибура, Блейдс Альмейда. Вот это да. Это будет 9 марта. И, ну, Делима, Джастин Таффа – это вот просто так. Блейдс Альмейда после последнего боя Альмейда. Учитывая борьбу Блейдса и вот это вот все. Как-то уже не выглядит Альмейда. Да, уже как-то так смотришь на этот бой. Вроде крутой бой, а может, получится и не крутой. Что касается ближайшего турнира. Анкалаев, Джонни Уокер. Там много они уже готовились. Медийно в том числе. Надеемся, что этот бой пройдет без нарушений правил. И для Магомеда тут прям отличная история к претендентскому поединку официальному, а может, даже и к титульнику, кто знает. Джим Миллер. Рекордсмен всего и вся появится в этом карде. Кстати говоря, человек, который мог бы оказаться на любом. На трехсотом. Да, вполне. Он уже, кстати, дрался на двухсотом, если не ошибаюсь, Джим Миллер. Может быть, не проверял. Но у Миллера там огромное количество и боев, и побед, и вообще там. Да-да, на двухсотом он дрался, победил Токанури Гоме. Ого. Вообще. Фаерболл Киды. Ничего себе. Да, точно. Мы что, турниры вообще целиком работали, насколько я помню. И это был самый первый бой турнира. Вот даже не там не мынг, а просто с этого началось. Потом, соответственно, Миллер отдерутся. Вот там же будет Орловский и Вальде Кортес Акоста. Это бой. Оправдавший надежд Акоста. И вроде как уже сдающий свои позиции Орловский. Так что здесь получается такая. И это как раз во главе Андеркарна. На самом деле, довольно занимательный. Ближайший турнир. Ну, и там наилегчайшем весе будет хороший бой. КП против Николау. Да, да. И он в Кумене, там, по-моему, все заслужено и по делу, Владимир, на расстановке боев. Так что смотрите, начало основного карда. У нас Вука в 3 часа ночи. Смотрите, Вука на канале Матч. Будет весело. Да, и все, там будет 5 боев с 3 до 6. На самом деле, время такое не очень-то удобное, прямо скажем. Но зато в 6 уже можно будет опять лечь спать. Да, да. А, кстати говоря, трехсотный турнир, скорее всего, начнется мейн где-то в районе 6 утра. И, в принципе, можно просто пораньше проснуться и заценить все. Ну, вообще, хотелось бы заценить весь турнир, естественно. Но основной карт особенно. Что еще у нас касаемо... Про Конора Макгрегора мы уже упомянули одной строкой. Что касается Джошуа и Нгану, здесь тоже пару предложений, думаю, мы вкинем. Но, во-первых, Нгану в этом поединке уже не тот боксер, который выходил на бой с Фьюри. Это уже боксер, которого как бы... Уважают. Именно как боксера. Ну, во-первых, он там... Не как мужика, не как бойца. С этим понятно. Здесь он заслужен. Так он 10-я позиция WBC. Официально. Слушай, я вот смотрел рейтинги, и я там его что-то не видел. Ну, про это писали точно. Да, про это писали. Но вот по факту, посмотрев там рейтинг WBC, там его не было. Да это и не важно вообще, есть он там или нет. Это вообще не имеет никакого значения. Имеет значение то, что Джошуа здесь, получается, выходит... Ну, подожди, в бою с Фьюри там был риск поясов, как-никак. Это был не выставочный бой официально. Да, да, да. Вот. Здесь Джошуа ничем не рискует, потому что он не является никаким чемпионом. Он здесь должен показать всем, что он может работать... Да, беру свои слова обратно. Нгану есть. Есть, да? Значит, Джошуа здесь будет драться, доказывая всем, что он еще вот в той форме пару лет назад, когда он был вообще несокрушимым, огромным... Вот как будто вы еще до встречи с Усиком, грубо говоря. Вот примерно вот такой вот Энтони Джошуа должен быть, который на классе должен просто разобрать Нгану. Ну, как он с Валеном вышел, в общем, и спокойно, совершенно в такой рабочей манере, которая оказалась для Валена просто невыносимой, избил его и все, закончил. Ну, Джошуа просто с Валеном еще опирался на то, что он реально его лично знает. Имеется в виду не лично, как человека, а он знает... Как человека точно. Ну, да. Ну, как боксера в первую очередь он его знает. И знает прекрасно. Поэтому ничего нового Вален предложить не то, что не смог, а, наверное, Вален уже относится к категории боксеров и не может предложить. Он вот такой боец. Он около топ. Опять же, он около топа, выигрывавший у Гази. Мне такой интерес интересен, прежде всего, с такой точки зрения. Что будут говорить специалисты и фанаты бокса, если Нгану опять покажет хороший бой? Да. Даже, допустим, он проиграет, но опять покажет достойный бой. И опять начнется эта история. Да, это куплено. Это не может быть. Нет, там другая история. Это что там происходит? Это история начнется. Какая? Если будет хороший бой, и Нгану проиграет по очкам, забрав 2-3 раунда еще, вот так где-нибудь, да, будет такая история. Ну, понятно, понятно, Джошу, это уже шестой тренер сменился. Да, да, да. Джошу уже не вернется вот на те самые позиции. Нгану молодец, конечно же, там за него болел вся эта аудитория ММА и так далее. Он молодец. Кстати говоря, это тот самый случай, когда Нгану может проиграть два боя подряд и остаться в рейтинге WBC на той самой десятой позиции. Он может даже подняться, проиграв Джошу, если оно там неплохо проиграет. Ну, просто понимаешь, Нгану нужны большие бои. Другие просто не имеют для него смысла. Бой с Фьюри был огромным. Бой с Джошу большой, но не гигантский. И следующий бой после этого, да, он либо... Он должен быть по ММА, понимаешь? Да, но именно если мы берем боксерскую стойку, если Нгану проигрывает, неважно как, ну понятно, если он с треском проигрывает, это одно, если проигрывает достойно, это другое, следующий бой уже будет опять чуть поменьше. Уайлдер. Нокаутер против нокаутера. Ну да. Если от Уайлдера что-то осталось, потому что в последнем своем бою просто Уайлдер выиграл отвратительный. Уайлдер Нгану выиграет. Ну и все, и тогда уже все его признают, как боксеры скажут. Ну опять же, ну как, то, что выиграет. Было бы прикольнее, если бы Нгану выиграл, потому что опять же, Уайлдер Нгану, вот замени здесь Джошуа на Уайлдера, и коэффициенты были бы все равно в пользу Уайлдера. Сто процентов. Ну, в общем... А здесь один к семи, по-моему, уже, да, или что-то такое. Да. В общем, интересный в любом случае поединок. Мы не знаем, покажем мы его наука или нет. Но постараемся. Да, очень хотелось бы, конечно, его показать. Ну, там вообще будет большой вечер бокса, и так же ждем. Вот на этой неделе будет же не только UFC. А, нет, 15 число – это уже следующая неделя. Как раз 15-го уже дерется Колумб Смит и Бетербиев. Или тоже 13-го? Нет, насколько я знаю, он на этих выходных делается. Вот, то есть, грубо говоря, на этих выходных два больших события. Но Анкалаев Войкер – это нормальное событие, Бетербиев, Колумб Смит – это важнейшее событие. Все-таки, ну, поважнее будет, чем Анкалаев и Войкер. Как ни крути. И его в России никто не покажет официально. Неофициально, сами понимаете, посмотреть не составляет труда. Так что, в общем, важнейший действительно поединок. И если Бетербиев выигрывает, что, как вы понимаете, весьма вероятно, потом ждем уже объявления того самого мега-боя Бивил Бетербиев. И мы тоже приложим все усилия, чтобы показать данный бой и данный вечер целиком. Если все сложится, то в июне. Да. В июне он будет. Так что, у нас вырисовывается концовка января уже солидная. Сейчас Анкалаев – Уокер. Потом Номернуха с Стрикландом и Дюплиси. Бокс – Бетербиева. Кстати говоря, будет несколько турниров уже и ВСА. Бибулатов с Борисовым в Грозном. Так что январь ни в коем случае не проходной месяц. Да, и мы ждем анонсов от объединенной лиги ПФЛ Беллатор. Мы осознанно сейчас, именно в рамках данного подкаста, не стали рассказывать вам про возможные варианты, кто с кем будет драться. Потому что мы ждем официального календаря, чтобы уже вам рассказать о грядущих турнирах. Этому мы уделим отдельную часть в одном из ближайших подкастов. Так что ждите новостей. Будем вас держать в курсе. ПФЛ с Беллатором, в общем, должны скоро все анонсировать. Да, и там Вадик Немков уже высказал желание подраться с Реном Феррейрой. Ну, хотя там есть Бейдер вроде как официально, не вроде как, а чемпион Беллатор. Поэтому там, может, все очень интересно. Должны как-то отработать здесь матчмейкеры и организаторы ПФЛ, Рейсефа вместе с ними. Ну что, затем все. В общем, новостей действительно много. Давайте смотреть турниры, которые будут на этих выходных. И встречаемся в неделю. Обсуждаем, надеемся победу Ветербиевой и надеемся победу Магомеда Анкалаева. За всем все. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok